Доброе утро! В эфире «Время новостей». С вами Ольга Сиротинская. Ежедневно команда нашего телеканала рассказывает о самых интересных, ярких и актуальных событиях, о том, что волнует жителей города-героя и всего региона. Сегодня мои коллеги узнают о том, как продвигается строительство обхода поселка Горьковский, побывают на заседании Общественного совета областного комитета природы. В музее «Россия. Моя история» ученые поделятся опытом сохранения нематериального культурного наследия народов России. Расскажем, насколько им это удастся. Артисты шоу «Песчаная сказка» посадят деревья и сфотографируются с волгоградцами. Покажем эмоции и взрослых, и детей. Об этом вы не только узнаете в выпусках нашего телеканала. Чуть позже, а пока расскажу вот о чем. В Волгоградскую детскую больницу поступила первая партия уникального оборудования для реабилитации. Благодаря применению 12 современных физиотерапевтических аппаратов, юные пациенты с патологиями опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы смогут почувствовать себя лучше. Часть оборудования уже запустили в работу. Первые отзывы врачей и пациентов в сюжете Екатерины Кудряшовой. В Волгоград из-за листы семья Шатаевых переехала несколько лет назад. Маленький Арсен нуждался в высокотехнологичной реабилитации. У мальчика с рождения пара форез нижних конечностей. Ему трудно передвигаться и сохранять равновесие. Эффективно нивелировать недуг помогли и врачи профильного отделения детской областной больницы. Мы наблюдаемся в этом революционном центре уже третий год. По сравнению с тем, что у нас было до этого, и сравнить сейчас с этим периодом, я вот вижу, я чувствую сама, как мать, как родитель, что есть изменения. Динамика растет. По чуть-чуть, но она есть. Реабилитацию Арсен проходит трижды в год в программе курса «Массаж, ЛФК и физиотерапия». Последнюю с недавнего времени проходит на новом оборудовании – аппарате «Полимак» последней модификации. Предназначен для лечения низкоинтенсивным, низкочастотным магнитным полем детей, которые находятся у нас на лечении. Гораздо легче, чем было на прошлом аппарате, потому что мы просто выставляем программу, нажимаем кнопочку и получают лечение. Аппарат уникален и тем, что позволяет проводить магнитотерапию одновременно с двумя пациентами с различными патологиями. Длительность процедуры от 10 до 20 минут. И главное – никаких неприятных ощущений. Юный пациент чувствует только тепло. Все очень хорошо. Я чувствую, что мне становится легче и быстрее выздоравливаю. Корвит или космические ботинки – еще одно новое оборудование. Имитатор ходьбы – разработка ученых Российского центра аэрокосмической медицины. На МКС космонавты используют его для поддержания правильной работы мышц в невесомости. А двухгодовал Иваня шагает в корвите, чтобы его мышцы и нервная система не регрессировали. На тренировке рук в отделении используют новый аппарат механотерапии. Здесь пациент должен сам крутить. Можно выставить время тренировки, скорость движения и, скажем так, трудность сопротивления. Увеличивает объем активных движений верхней конечности, улучшает захват мышечную силу. Магнито-турботрон – самая ожидаемая новинка в отделении. Установка, внешне похожая на МРТ, создает в организме человека вихревые поля. В результате микроциркуляция усиливается, а обменные процессы ускоряются. Оборудование легко программируется под индивидуальные характеристики пациентов. Это облегчает помощь и врачу, специалисту, и медицинской сестре. И все эти аппараты, которые оказывают максимально сильное воздействие в небольшие по продолжительности временные периоды, что для детей это немаловажно, и все процедуры являются безболезненными. В нашу больницу запланирована закупка 110 единиц оборудования, и 12 единиц уже поступило. Ежегодно в детской областной больнице проходят лечение 2000 юных пациентов. На реабилитацию приезжают и из соседних регионов России. Дооснастить учреждение удалось благодаря РЕК-программе «Оптимальная для восстановления здоровья» медицинская реабилитация. В ее рамках в профильные медучреждения региона поступит 251 единица оборудования, 141 направят в филиалы областного центра реабилитации. Реабилитационную службу в регионе развивают поэтапно. Современные подразделения, уже созданные на базе онкодиспансера, в центре имени Шумакова, открыто первое в России отделение реабилитации пациентов после трансплантации. В планах строительство спецкорпуса, свода лечебницы в Волгоградской больнице номер 7, создание профильного центра на базе областной клинической больницы номер 3, а также открытие дополнительных амбулаторных отделений реабилитации в Волгоградской больнице номер 16 и Камышинской городской больнице номер 1. Екатерина Кудряшова и Александр Шишин. Время новостей. В Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации прошли большие парламентские слушания, посвященные развитию городского общественного электротранспорта в регионах. Участники слушания обсудили вопросы обновления подвижного состава, модернизации инфраструктуры, восстановления удобных маршрутов, функционирования электротранспорта и финансирования этой сферы. Вячеслав Володин обратил внимание, проведение слушаний инициировали жители различных регионов, в том числе и Волгоградской области. Без решения задач по развитию городского электротранспорта невозможно повысить и качество жизни людей, отметил Вячеслав Володин. Он обратил внимание на необходимость обновления городского электротранспорта и соответствующей инфраструктуры. Если мы говорим о развитии городов, надо ставку делать на экологический транспорт. Это может быть электробус, это может быть трамвай, это может быть троллейбус. Но у нас ведь не от хорошей жизни заполонили города вот эти маршрутки, газели, которые действительно создают заторы на дорогах и выхлопными газами окормляют жителей. Этот вопрос не может решить город самостоятельно, при том количестве износа. Вячеслав Володин обратил внимание на необходимость заложить финансирование общественного электротранспорта в регионах в проекте федерального бюджета на 2023, период 2024 и 2025 годов. Планомерную работу по модернизации городского электротранспорта администрация Волгограда ведет в течение последних трех лет. В этом году приобрели новые троллейбусы на автономном ходу, обновление будет продолжено. Масштабные инвестиции муниципалитет планирует привлечь из федерального и регионального бюджетов, а также средств инвестора. Реализация проекта модернизации метротрама предполагает продление линии СТ в северную часть Волгограда, реконструкцию путей, депо, тяговых подстанций, питающих линий, приобретение новых трехсекционных трамваев. Мир глазами советских художников второй половины 20 века. Более 80 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства вошли в состав экспозиции под названием «Художник путешествует в музей Машкова». Рядом с ней и произведение в рамках выставки про визитную карточку нашего города, центральную набережную. Основу необычной двойной экспозиции образует тема странствия и возвращения. В первой выставке «Художник путешествует» представлены работой, которую наши талантливые земляки создали в дальних странах. Работой второй экспозиции «Наша набережная» возвращают посетителей выставки в родные места. Встреча с одной стороны очень странным, незнакомым, с тем, что выходит за пределы обыденного опыта. Второй, оборотной стороной, но не менее важной, а может быть и более важной, становится обработка этого нового материала и возвращение к тому месту, где ты живешь, попытка осознать своего места здесь. В экспозиции «Художник путешествует» множество работ – от этюдов и зарисовок на скорую руку до серьезных академически выверенных полотен. Многие из них были написаны в середине 20 века, когда выбраться за границу со «Железный занавес» было крайне трудно. Если удавалось, советские художники жадно впитывали в себя новое, они проживали, пропускали через себя весь новый опыт. Здесь есть удивление, стремление понять, стремление охватить разумом то, что ты никогда не видел. И восхищение тем, насколько богат мир, насколько удивительное вообще пространство, где человек может оказаться. Художник Константин Максимов на протяжении трех лет работал в Китае, и его работа обучения реалистическому искусству, подобному социалистическому реализму уже китайских студентов. Иные формы архитектуры, народные костюмы и непривычные разговоры становились изящной почвой для самовыражения. Но долго находиться внутри чужеродного пространства тонко чувствующим натурам тоже было непросто, очень тянуло на родину. Выставка «Наша набережная» является таким продолжением выставки «Художник путешествует». И действительно, где бы мы ни оказывались, как бы далеко от дома мы ни оказывались, но мы возвращаемся, возвращаемся к родным пристаням. Работы выставки «Наша набережная» не только продолжают идею экспозиции соседки. 20 полотен принадлежат Перу замечательных художников нашего города, мэтров Сталинградского Волгоградского отделения Союза художников России. Довольно комплиментарно посмотрела на наш город Нинель Дмитриевна Пирогова. Целых пять графических листов этой художницы представлены в этой экспозиции. Сейчас самый главный очевидец и свидетель, рассказчик о золотом веке нашего Союза художников в нашем городе. Праздничная и повседневная, величественная, залитое солнцем или окропленная звездами фейерверка, какой только не предстает набережная города-героя, перед глазами зрителя, увидев ее на полотнах земляков, испытываешь умиротворение. Набережные в архитектурных традициях всего мира по-особенному оформляются. Здесь обязательно должны быть какие-то зоны, проходя через которые человек очищается. Человек подготавливается к входу в сердце города. Это, конечно, наша главная парадная лестница с ее пропилями. И традиция эта восходит к архитектуре Древнего Востока и античности. Обе выставки посетителей нашли интересными и близкими сердцу. Каждым своим штрихом волгоградские художники искренне передали свои ощущения. Очень рада посетить сегодняшнюю выставку. Сразу два в одном получилось так. Замечательная галерея, замечательные картины, путешествия. Я думаю, это то, о чем каждый человек мечтает, любит. Стать посетителем уникальной двойной выставки можно в любой удобный для вас день. По пятницам в 17.00 сотрудники музея Машкова дают гостям возможность поглубже окунуться в мир искусства. В это время кураторы выставок проведут авторские экскурсии и ответят на все вопросы. Екатерина Кудряшова, Наталья Коваленко и Рубентальские. Время новостей. Это был крайний сюжет выпуска. Если что-то пропустили, заглядывайте на наши официальные страницы в соцсетях. Читайте, смотрите нас, оставляйте комментарии. Кстати, посмотреть наши выпуски сюжеты можно и на rutube.ru. Не пропустите главное. Подписывайтесь на наш канал. Добрых вестей и хороших выходных. Добрых вестей и хороших выходных. Добрых вестей и хороших выходных.